С 24 февраля Мариуполь почти ежедневно подвергался обстрелам российских войск и был практически стёрт с лица земли. В середине мая, после почти трёхмесячной обороны, защитники города покинули территорию Азовстали – важного очага украинского сопротивления. Разрушенный и оккупированный, Мариуполь выживает без электричества и продуктов. Местные жители заряжают электроприборы на площади. Я прихожу постоянно, ну не каждый день, через день, через два, но постоянно, потому что у меня телефоны, фонарики, электровелосипед, оборудование, которое требует электричества. А я живу на ЖД вокзале, поэтому у меня там нету пока электричества и возможностей. Изредка. У меня обычно сын приходит, вот, ну а это он сегодня там по делам пошёл. Сказал, что я пошла заряжать. Вы не планируете уезжать? Нет, я и не уезжала никуда. Живу по-итальянски. Наш дом пострадал сильно. Там дом требуется, конечно, крыша течёт, вот, стёкла выбитые. Ну, а там как будут восстанавливать это всё, я не знаю, как это будет долго. Воды нет, света нет, очень тяжело, конечно. Сообщается о выселении людей из квартир, если здание повреждено российскими обстрелами. Большинство этих зданий оккупационные власти намерены сносить, сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. На импровизированных рынках мариупольцы обмениваются едой и одеждой. Какая может быть торговля? Меняемся продуктами. Вы обувь на продукты меняете? Ну, бывает тоже. Это обувь, обувь всё разграбили, это остатки, что осталось, две квартиры сгорели. Машина тоже разбита. Сами он в чём есть, в чём выбежали. Между тем, все найденные в городе автомобили без собственников оккупанты начали свозить на площадку рынка Азовский. По словам очевидцев, это преподносится как начало учёта находок. И если владельцы не появятся за месяц, все авто обещают признать собственностью так называемой ДНР. Украинские власти говорят об угрозе эпидемии в Мариуполе и вспышек таких болезней, как холера и дизентерия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...